Добрый вечер, друзья! 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 по драфту и действительно элемент про гейминг пик такой довольно довольно обыденный я бы даже сказал диста что вот сеньки может быть такой изюминка является в этом пике остальные героев посовем привыкли видеть 685 причем битим довольно часто улега словам поинтереснее скажем так но сэнд кинг это цыганим сейчас в принципе чисто теоретически может быть использован без блин к то есть нет это не чисто теоретически это принципе теоретически практически потому что аганим ему дает радиус стана больше чем блин в общем блин 1200 а стан с аганимом 1300 ранжей имеет и в принципе не нужен блин другая прошла гоним чуть дороже блинка фармить нужно как-то тут аганим увидел я в паблик игры мне удалось понаблюдать за санкингом подобным это страшная вещь подкапывает за километр и ничего не может сделать жесткой какой-то бус но санкинг ваганим очень хороший да сейчас посмотрим если в этой игре дойдет до этого а если никто гудгейм сможет приобрести сяга ним инициация с ранжа 1300 это ну мы прекрасно понимаем что такое инициация с раджа 1300 учитывая что есть в испытини которые могут прилететь сверху как раз таки под эту инициацию это достаточно жестко ну что давно судя по всему в общем-то на санкинге будет играть нас товарищи окуса говоря в пятером заходит элемент про гейминг и стопа пошел тот самый волшебный шарик и на венгу они набрасываются на и просто я должны уничтожить здесь пятером почему-то убили или камена это или да 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 все верно ну давай разбираться текст new life это так понимаю скрин rr это у нас это товарищ кинга ренат будет играть но 0508 никто не ну как товарищ генерал наверно будет ну да и тут геймить оку хотя йопу ушел из империи не желая играть на афлейнер потом вернулся и спирин его заставил играть играй за тут перед этим еще и вернулся опять же йопу на позицию мидлейн в империю потом поиграл чуть-чуть понял что не идет с империей ушел и вернулся на оффлейн только после этого в команду элемент про гейминг интересный такой путь был но в итоге по факту для него ничего не сменилось он прежним стоит на оффлейн позиции только теперь команда немножечко не та и ему заново придется как-то вот свой вес про доте обозначить и вернуться самому по доту потому что начинает он практически самого самого начала ну и со скрином все я думаю что элемент про гейминг имеют шансы на некоторый успех и по итогам так на бланка бланк 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 но вау хорошо сыгранно сейчас было неплохо неплохо да на новом закатывались элемент про гейминг имеют шансы как бы показать результат возможно на отборочных мейджору через опен квала пройти в общей квалификации но думаю что в этом составе нужно будет скорее супроводить некоторую ротацию игроков чтобы он смог заиграть на самого куда ну тут я не буду людей обижать просто считаю что пару человек заменить бы и команда может играть я даже подозреваю кого вообще тут ну не знаю то есть пока вроде бы они даже выигрывают вчера была такая немножко неоднозначная встреча у них с команды hellraisers там три карты было салат причем как понимаешь одна игра в одну сторону две игры в другую сторону соответственно там особо потом по тем матчей ничего не было сказать но все таки элемент про гейминг периодически выпускают довольно серьезные ошибки причем на стадии драфта ну ладно посмотрим какой у них вот с века все-таки века для них довольно серьезный противник как ни крути ну века это вам не hellraisers hellraisers сейчас тоже как бы не на пике могущества так это назовем ну что я вижу снизу сэнкинг просто пока деклассирует тут деклассировали драгонайта в миду через два тоса и один эвалэндж очень-то очень много подавал кастов или там таки смогли василий все-таки более менее так а что там снизу сэнкинг 10-0 а бруда у нас идет 60 вот там очень сильно напрягает сэнкинг бруду через вторую пассивку проклинает крипов просто не дает бруде хотя вот маг немножко стесняется по моему пока крипов все много хп нужно постоянно покусывать самого сэнкинга чтобы у него просто хп кончится бруды то сетки есть а у сэнкинга как бы сеток нету и у него не так-то много регенов ну 6 тангусиков имеется конечно поначалу немножко поможет но если постоянно будет маг напрягать то действительно сэнкинга можно просто с линии убрать другой вопрос что сэнкинг скорее всего успеет там прикупить себе что-то я не знаю будет через соло ринги через боттл будет играть или через быстрые арканы и все верно не так просто должно быть брудматер где стоять но нет ну не знаю не знаю мне кажется что маг просто немножко трусит ну очень уж пассивно играет ну совсем вот в такие моменты когда можно послать по одному паучку подгрызать его можно просто покусывать ну ладно посмотрим как и дальше разберется в принципе маг опытный игрок на бруде может быть он что-то знает а может быть наоборот вот в этом ты прикол что возможно давно не видел сэнкинга против себя на линии просто не особо ты знает что против него делать ну знаешь все-таки против бруды в соусинге к не самое лучшее решение это хорошее решение притом йоку пока отыгрывает очень круто но я могу так играть его сейчас проблему мага потому что йоку покупает все арканы и теперь у него просто бесконечно мана на эти станы фантастика четвертая минута даже 3 3 3 минут 20 секунд у него уже есть арканы как против этого сэнкинга бороться не левел 5 на старте нужно было бороться на старте все-таки 6 танго 8 танго это не так ты и много можно было размениваться по оригинам а сейчас уже никак все сейчас ты будешь делать пауков он будет ударять по одному тупо пучку сразу станет взрывать всех него есть еще и лучше 2 левела если что не дает сходить вообще ну может быть какие-то ганги через чена проследуют кстати говоря вот чем-то в лицо у нас пока засел никто не выходит отправил лишь только сатиры в медлинию на помощь драган на эту но он чувствует себя не так хорошо хотелось бы вот и ждем ждем когда чем начнет подключаться смена эти самые былые времена когда ченом сразу с первых минут попался смог какой-то брали суммон и поехали всю карту насиловать а здесь пока такого не происходит здесь больше у нас чем фармящего характера на топе растерение был такой небольшой рассказ убивают дисраптора разве нельзя лишь по хп погибает тускар остаются один в один до конца и паша тоже должен убирать эту по идее ой скримом не достал не достал скримом паша на ботинке потому что генерал без ботинка ему бы прикупить башмачок денег не было вот сейчас можно так на миди нападают на но ванна и ну отстанется хорошо будет жить но ванчик дам пока пока живет но по крепость от конечно все-таки начинает уже немножко отставать от тени не пропускают о крипам боится боится не крутить сатиру уже рядышком нету приходится таскать себе какие-то церкви ты подал него регенерации есть но в принципе можно издалека стоять все-таки третьего уровня прокачки press fire позволяйте добивать клепок с пачки большую часть что-то есть легенчик вот сейчас вообще хорошо то есть можно спокойно себя ощущать на линии так но подставляться все-таки не стоит пока как-то посредственно выглядит чем мало от него пользы один сатир пришел в милл этот из тех чинов которые все-таки во что бы то ни стало будет форме все быстрее в мекко так понимаю эти пушить то есть дождутся получение шестого уровня драгон-найта из первой формы вот с количеством определенным суммонов будут идти давить товара с одной стороны с другой стороны будет сплит пушить другую сторону да получается ну то есть какой-то я так понимаю затея на одиннадцатую минуту на десятую где будет просто двусторонний пуш ну да возможно все примерно так но все может быть все может разбиться об одного сентинга который будет иметь быстрый блинк он просто придет и закантрит твой пуш или там или в другом месте неважно он просто всех убьет да выглядит сильно очень грозный цинк кинг и опять же продолжают фармить фармит он очень круто 47 крибочек у него есть понятное дело что а большая часть крипов это все-таки паучки вам теряем на самес замес не знаю или танцы гал несколько странно как по мне просто кинул своего виспа на смерть в дк и по моему сам умрет теперь хороший ганку то не первое подключение от чена или дано пытаются строим растерзать еще тут неприятная штаммовая гарпи который молнии на стопу дает перед смертью успел леванчем откинуть затеянин но погиб опять же айшардс неплохой но дальше нужно что-то делать а вот опять-таки включается здесь папа висп тоже рядышком добивают чена спорта висп тут побил и попытка убить что будет дк ну дк фиг возьмешь тогда очень толстый толстый да там конечно кулдаун на айшардс уже проходил опять же это было недостаточно по тавр лес не хотелось но такая череда разменов очень много подключения от тиммейтер с одной и с другой стороны по итогу по итогу так немножечко по щам элемент получили дают им вега напомнить о себе о том что мы можем активно играть мы можем тоже драться если что так надо будет вот поэтому не расслабляйтесь при этом конечно венгап участия не принимала в драке особо то видим у нее пт фармит аквилку нафармил и точнее уже и продолжает бить крипов дальше наверно доминатор сейчас будет пытаться купить паша хороший пример для винги конечно все можно фармить и эншентов и просто и ты в драке много дает вообще венга по своим статистикам по всем она очень похожа на эсэфа вот если сравнить этих двух героев соответственно ей и закуп можно примерно как эсэфу делать так сейчас многие и делают венге ты имеешь ввиду да на но такой венге покупают почти те же самые предметы что эсэфу вот сейчас все мекку не берут ну кроме блэйв не берут не но просто но не просто из обычных предметов на статы какие-то то что эсэфу берут в принципе пт могут взять аквилу иногда не берут потому что ботт всегда есть на миде и потом берут доминатор с многие и фармит с ним потом сашу яшу какую-то собственно венге абсолютно то же самое все делают но из того что она стоит на легкий у меня нет бот лагерут аквилу чтобы ману регенить а из типа эсэфу обычно на мид не берут слишком много предметов тогда будет таких ботлок вилта перепад неких бюджетников ну там смог теперь не было века сквадрон пробежались чуть-чуть было не обнаружили теника но успел выйти вовремя своих весов и пойти на медлинию но и в итоге века переключаются на нижний лэйн где могут обрадовать сент-кинга тамбурного правда скрин спровоцировал сент-кинга на непонятное какое-то действие так попытка за ультить а и глимс то поздно сработал но это все равно не хватит у йогу йогу погибает еще попытка сбить тускара тускар снова полдал так а там начали локеет ты посмотри раска не в ту же сторону да но нет смотри получается сильных хотя было близко но конечно проще убить был других ребят бинга права сейчас без парни проблем и он товарищей за элемент тут два урагана их выжигает просто двумя ураганами бруда это бегает без байбека приходит обратно посмотри залетели на бруду снова просветили но не допили тускар в итоге погибает сам минус круто 1 3 4 чертова весело но и всем это тоже заберут в итоге хороший байбек от виспа спас ситуацию для своей команды подкинул свою виспа и добить надо теперь сатиры чтобы они убили виспа виспо сживает падают совухи у нас не сатиры да и короче это лютая грязь это какой-то трэш происходил сейчас 4 в 4 драка и байбек от виспа да 4 в 4 сюда не засчитал еще даже смерть сент-кинга которая наверное уже минуту назад была потому что он давно появился и фармит верхнюю линию уже после всего этого даже не думал тупаться обратно вниз помогать своей команде драка еще продолжалась там размен то ровный получился как ни крути там разница ну да это это конечно да это решает носа текут почти на фармился на blink dagger остался мы не так много монет опять же места то у него топовые этот форс метод 2 на карте все в порядке но и вот с появления blink dagger конечно начнутся проблему вега с квадром вот ты говорил что покупают аганим даже и blink не нужен но видимо сложно вот так прям сразу покупать себе к ним без ну да нет нет это действительно не нужно это как это теоретически возможно но правда слишком дорого можно упереться в ситуацию что ты купишь три куска от гонима у тебя уже давно был бы блинг но ты его не купил ты купил три кусочка от аганима и тут начались какие-то драки ты умер раз умер 2 так его и не купил проиграл во всю игру и все на том ну да проще купить сначала блинг потом аганим но я уверен что аганим сейчас будут все покупать сразу после блинга потому что это бомба слишком многое дает но вот бруду сейчас хотели подцепить в итоге много-много паучков уходит прямо за бруду тоже деньги вот так и виз взлетает дальше от теника эвленджа подцепили у нас мага маг пытается уйти по новым проходом но эти новые проходы жизнь не дарует груди куда погибать ну таки удалось и пучков и так понимаю слить да и заработал просто моментально себе 500 галды почти на этих пучках там просто нереально количество пауков было я смотрел у него был там 2200 что-то такое стал 2 600 ну 400 но неплохо неплохо да вот сейчас появится у йоку блинк 2800 у него денег имеется сразу покупается тп-шка тп кулдаун но там-то пушит вега и уже нужно от пуши отбиваться потому что будет страдать тир 2 огромное количество суммонов кентавры сатиры тролли драгонайт платформы и скелетончика 2 что-то слишком жёстко все-то вроде как и жестко но на самом деле они сейчас драку тут легко могут проиграть товарищи из веги потому что сын кинг при том йоку играет правильно он пока не спешит туда и бруду и возможно попытка будет продолбить ну да пока остался он на нижней линии вообще сверху там команда справилась прогнала этот пуш от веги тир 2 они так и не взяли вот таки да вот вроде как намек на пуш довольно серьезный был в исполнении вега с квадрона с другой стороны смотришь 12 минут разнесли всего 1-1 тавр это очень мало с таким тапиком ну и опять же вопрос вот к применению этого чена то есть кадре кадреска паклера арканы тут пытается выйти кардиан грифс какой-то но поначалу ничего не делал по факту стоял на месте участвовал двух таких довольно серьезных замесах и в общем на этом все пока видно что не тренировали особо ну или не успели натренировать либо пытаются потренировать прямо здесь в ходе матча объективно говоря все-таки мы должны понимать что для всех профессиональных команд сейчас большое испытание и так далее потому что плач как раз застал в расплох не все могли подготовиться не все могли оценить новые вот эти вот веяния нового патча придумать какие-то новые стратегии поэтому действительно все приходится делать прямо вот до ходу по ходу каких-то официальных игр что может быть немножечко влияет все-таки на на саму игру на само качество исполнения ну безусловно особенно стратегии многие команды сейчас занимаются тестом прям по ходу игр притом всех разные приоритеты у кого-то в сайта там есть их приоритет у кого-то приоритета там уже готов подготовка к мейджору который в принципе тоже не так-то и долго до него особенно до квалификаций поэтому здесь ребята в основном тестируют проверяют ищут свою новую игру потому что в этом патче нужно искать свою игру патч просто совершенно новый туда тут с этим сложно спорить особенно что касается вегас квадрон очевидно ребята ну я думаю что получат свой инвайт на региональные квала не будут участвовать в опыту само собой разумеется а вот и вот уже к этим январским региональным полом нужно будет подготовить масса стратегии возможно как раз таки этот турнир мдл позволит протестить что-то он заходит на рошанова пока заходит на рошанова здесь звуку какая позиция офигительная цинкенга боже мой ну зачем же так больно подхил а чена пока живут пытаются уйти но раскасты продолжает делать тени слили уже двоих падает также веджи был спирит там в ответ пытаются забрать только тускар тускар конечно съели но это будет минус 5 в исполне элемент спро гейминг боже йоку царь йоку йоку вот этот вот новый проход собственно говоря как раз когда изучал карту в своем там таком типа видео обратил внимание то что теперь будет для рейдин там чуть проще девять рошара потому что появляется дополнительный вход как бы и можно удивить врага вот йоку нас удивил прямо скажем ну да то есть понятное дело что этот проход как бы не критичен ли с инкинга он с блин комбо он бы так ворвался но вот сам факт того что он подгадал момент и так позиционки ошиблись вега с подрон ну вот что называется звезды сошлись так этот проход он типа не критичен но с другой стороны он немножко критичен потому что раньше и сент-кинг с блин ком скорее всего заходил бы вот с этого прохода с обычного потому что если вот ты окажешься в другом каком-то месте но вдруг тебе придется ну ты не сможешь использовать блин тебе придется как-то обходить то тебе придется ходить очень много а теперь даже если только что-то изменится ты также зайдешь крашану отсюда и поэтому вот само наличие этого прохода она решает на самом деле очень сильно но как он влетелся зато было конечно звезды до волшебно спели бы там поражать то там вы просто триггера моментально лопнули так на тот же время тускара забрали клопата влетел и что-то как ты не хочет ультиматировать и итоге подставляется подставы генерал играл здесь очень ужасно просто пошел и погиб скрин я не знает скрин его идея постоянные он как в каком-то лютом паблике 4k ммк катает ну а когда скрин так не играл хочется спросить да все таки всех его командах он берется какого-то герой четвертой позиции носится по карте пытается устроить экшен что он там на соло лиге такой же исполнял играя на своих вот этих вот спирит брейкерах найт сталкера что вот есть на тускарах в профессиональных матчах но еще то скрин по моему все время так играет красить его на самом деле потому что нужно побороть себе это это бешенство и сыграть понадежнее что очень много брака получается где-то это работает где-то это прямо скажем лишнее так попытка в миде убить но вам как больно его и вот пенов пен ультирует больно делали это забрали драгонайта продолжает движение дальше там нас просто все мы телепортировали на базу он благополучно уходит нужно теперь сумончиков разобрать хотя попытка зацепить еще и чем закидывает тускар вал раз панч папа тоже здесь и страдает чем тоже падает или там господствует господствует на квартире когда жесткий действительно господствует уже почти аганим есть кингер отыгрывает очень хорошо на этом диспе я могу отметить пока делает очень много полезных вещей и к винов п и что-то фармить тоже к ним команда аганимов такая у элемент и команда ничего у веги потому что вообще ничего на фармить они толком не могут рогнайт бедняжка бегает 17 до сих пор с одним прейсером муки строму бенжинс теперь но этого все равно очень мало на блинку еще не нафармил бруда не такая как которую мы привыкли видеть которая создает проблемы продались не создает вообще никаких проблем и опекает просто все время рядом с ней находится и не дает магу ничего делать фактически ищет продукт кстати тут ребята в смоке а если кем какой нибудь а если кем есть просветка у эллидана но тогда макс полился на мак не палец пока проточек передвигается по чашему лесу а пока играть грамотно и вот-вот спалил а как как вот так вот взял и просветил на ровном месте но бруда могла находиться три километра от него нет так он вышел из ну вышел и смог и сразу нажал да 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 это смогло да 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 но и все зло что как раз увидел краешка мага да да тогда молодцы все грамотно сделали и смог позволил обнаружить примерное местоположение брудмаза и сразу же даст ну что ж неплохо сыграно в этом случае элемент спро кейминг опять же идут и идут очень даже неплохо есть там преимущество 5000 и поинтсдаль над форсом них тоже полный порядок корки роя на высоте ну это главное закрепить каким-то вот сносом чего-то например вот внешних товаров пора в душе потому что 19 минута а товара еще стоят что они идут тем же самым занимается драгонами ну да драгонами тавр очень плотно набил проще будет его задинает кэш ты сейчас кого-то вернули они вернули это был шнобол вернули потому что снова все контрит а еще он умирает более того ульт еще и прогадил и здесь драгонайт на хосте не должен умирать и во-прежнему все очень плохо да не позволили так вот вернуть куда-то на глимс действительно 100 баллов очень хорошо был кастовым ну и драгонайт от безысходности купил себе барабаны в результате опять же лишает возможность купить себе какой-то блинг честно санкинга можно спину заходить йогу не среагировал получает прокаст но помощи нет и драгонайта и санкинг должен здесь убегать просто выкапывается сматывается интересный кстати момент йогу почти уже нафармил деньги для себя на аганим у него уже давно поинт бустер но в итоге он решил купить и ул и ул против чего в одну в первую очередь против наверно статик шторма дизраптора от глимса вроде как не особо спасает да мне от глимса не спасает но как бы от статик шторм переждать можно если пару секунд у него постоял враги тебя начать как бы избивать ты себя в иул опустил сооружение состоит шторма там ушел в английский подкопался блинканулся такое более сливовый билд а более сливовый такой огонь и нафармить он принципе себе еще успеет с его-то скоростью скажем так фарма до скорость форма очень внушительная уеку но тут маг пока в этой игре смотрится очень блекло на своей брусмазов слушая у тебя хотел спросить на вот эти появления этих новых спаунов то есть за сторону таяр сторону рейтинг позволит ли как-то вот лучше играть не на может быть лесникам может быть вообще выделить целую роль для того чтобы фармить леса спауну сейчас много голду можно зарабатывать довольно быстро можно сразу стаки делать там больших количествах получается если вообще в этом смысл какой-то заниматься плотно лесами ой сейчас секунду я могу смотрю как пытаются убить на так уж этом релакеи там все подкопали уже здесь лапа рассказ ты могли снивы же да конечно не выживет насчет лесов но вот эти вот новые стаки на сложной чем они примечательны они стоят очень близко к сложной линии и мы все прекрасно знаем целый набор героев я сейчас не наверно никого не удивлю но это тускар потому что этот читер герой который может отрезать проходы крипам они начинают убегать в другую сторону это висп который может очень большое количество крипов отводить и это тени естественно который может кидать крипов просто плюс это еще и путь по крайней мере задая в общем эти герои могут отводить крипов просто на эту линию с этих спавнов я не думаю что это будут фиксить потому что это ну как бы само собой разумелось добавлять исправно ты должен был до этого додуматься поэтому скорее всего это как бы была частью плана что часть героев каких-то сможет отводить там крипов это уже само по себе интересно потом вообще в игру добавили новый предмет который называется как-то там талон да да есть такой забыл как он там называется точно это короче айрон талон который позволяет очень круто фармит лес и как мне сказали мои друзья лоллеры там есть друзья лоллеры это один в один предмет из лола вот просто один в один и там в лоле как мы знаем есть роль джанглер то есть там все команды играют четыре человека на линиях один в лесу этот лесник он собственно является лесником роумером и в доте начинают появляться на самом деле персонажи то есть добавили сейчас потму чистый лесник роумер и злого который блокбера стреля может убивать крипов в лесу по одному за счет от очень быстро а быть там себе деньги и также может помогать ромать стрелой но пока таких героев соответственно немного вот есть по твое кто еще да больше как бы никого есть одна по твое но кроме тех ярко выраженных лесников которые могут получать сумму на фармите выходить надо ну да естественно там так что в принципе ну нужно еще как бы работать над этим моментом всем и в пабликах и на про сцене и всем кто занимается тестом доты в частности мне всем еще нужно подумать над тем как это все можно использовать но что-то можно придумывать потому что добавляют много возможностей это интересно что хотя бы вот других дисциплин берут лучшее все как-то и стараются как-то концентрировать в одной игре чтобы действительно игра протекала не только на линии где-то еще и всегда использовались ресурсы леса и прочие прочие такие важные моменты как говорят по поводу под вы краски вот на сегодня реддите нашел видос где один чувак уже нашел как обузь саму подмучились рейтинг сгиб из спауны прогрызая пилинг лейтом кучу этих лесочков залетая на хайграунд оттуда пробивая стаки эншентов и уничтожая параллельно стрелой вот этот стак верхний то есть там довольно быстро появляются артефакты и ты просто фармишь то есть да это типа само по себе прикольно но естественно ты выпадаешь из игры там на долгое время что выглядит гораздо более интересно наверное это возможность прийти на первом уровне вот на нижний стак у рейдинг вот на этот где стоят сатиры сейчас сагрить в общем этих сатиров убить стрелой большого добить лапкой маленьких получить уже второй левел за это дело на первой минуте и вот благодаря подобным бесхитростным действием собственно фармить свой лес и приходить видел кидать стрела постоянно в мидера как вы делали раньше кидать стрел на легкой кидать стрел на сложный а в любой момент когда тебе нечем заняться ты убиваешь крипов просто этими стрелами хорошо играет здесь очень скрин прячет йоку но заводит всех в статус торм ну там я уложу поля и вот он даже вот благодаря этому и ул отличное решение от йоку по итогам попу и дальше остался и эпицентр поэтому сможет ворваться если что таки на продавец погиб и его команда сбегать в разные стороны пускар тоже здесь подъели вегас патрон все-таки там как не спасали друг друга элемент с противами не удалось выжить части героем мы и сами тоже никого не убили но это просто потому что хотя бы ультимейты не были особо в кастово калпара за что sonic wave только там давал но если санкет не будет кастить ультимейты если его будут как-то так цеплять и а в итоге не будут давать им использовать свои скиллы то отбиться будет тяжело без санкетинга да ну вообще так обрели мощно с вегас квадрон сейчас идут довольно уверенно противника скоро появится аганим у чена какие-то игр клапы уже нарисовались у драгонайта все больше плотности и маг уже с бакапешкой если что так так что опасаться есть чего ребятам из элемент про гейминг начали весело начал задор очень много убивали бегу а сейчас сейчас тут немножко пострадали как-то им нужно вновь обрести авторитет в этой карте давить сейчас уже не весело да уже не весело что-то но так кстати говоря чен с аганимом уже нет вот скоро будет и это тоже опасная штука потому что новые драконы с этим скиллом фаербол это на самом деле большая такая интересность так здесь попытка убить нового на но хорошо глимпсуют назад упокой какой стан от ю оконой аду ходить наверно ее потом можно же и пострадать так по-моему там хилла чем и что-то поздновато залетел и драгонайт таки не успел там может куда он был таки погибает драгонат погибает чем продолжается движение у нас элемент хватают еще и всем отличный подкоп от йоку и генерал должен делать тел трипл тела фармляет он себе так вот века тут в общем-то сами продавили разок и тут же подставились в общем-то элемент все в порядке в этой карте не прежнему доминирует и зря паниковали но и тут еще и на всякий случай забрали на вингу на всякий случай ну да как-то вы расслабились по убега не только что выиграли драгу стомали вышку и такое ощущение таких афак я мы а мол доминируем в афигатке на самом деле как проигрывали так проигрывают довольно серьезно причем да проиграли драгу то они сейчас на своей базе практически и заходят вот так вот элитаны под беспом и крушат крушат строение и ничего с этим поделать нельзя вот только-только респаунил тебе господрон надо давать бой надо давать деф но видимо сторону уже не спасти ну какой тут ты даже деф да если просто тени ломает под беспом подошел маг ударился баш просто застанился вот такая себе атака так но вот сейчас смотри но кого-то спасет тени мог а понял все это сначала я не очень понял что сделать я думал что она базу хочет отправить на просто у нас виски но это как отраться как отраться смотря и убиться врата прилетел да и просто погиб на команда должна просто уходить ну цель свою выполнили они вообще-то то есть они снесли сторону поэтому нечего там делать на рожаном сразу же пойдут видимо у нас товарищи из веке это и шанс как-то переломить ход надо забирать его забрать аегис а вообще вот вот тот самый лэнс который появляется на венши пол спирит давайте оценим рейндж атаки вот он заходит ну так бьет с дистанции довольно приличный да чёт не знаю зачем ей лэнс то лучше болезнь закупил свапал бы большой трэндж ну вообще такой среднестатовый артефакт получается по стоимости он выходит дешевый очень дешевый он 1850 стоит вообще халява при том в чем его крутость вот в чем его реальная крутость в том что он собирается из двух артов которые идут любому акильщику и которых и его как бы можно разобрать то есть ты собираешь его из корта став и округ клаба ты потом разбираешь из округ клаба ты делаешь бкб либо же сэнджин яшу либо же там что можно сделать из округ клаба а ну аганим теоретически на кому-то а ну а из кортер став ты делаешь ну соответственно бабочку изначале ты берешь этот итем потом ты делаешь из него два каких-то уже лэйд предметов довольно интересно хотя опять же вот текущей ситуации венге может быть уже нужно выходить какие-то летовые артефакты они размене вот эти вот средние средние промежуточные скажем так айтам ну ладно даган с драгалась в случае какие-то статы дает даже не статы сколько сколько вот есть урона спорт атаки сила вроде тоже что ты они за 1850 чуть ли не бесплатные как бы получается очень дешево 10 урона 10 к силе 10 скорости атаки это все неплохо за такие деньги учитывая что это в одном слоте лежит не занимает много тебя пространство в рюкс очки неплохо неплохо ну а элемент спрогеем в общем то что начало здрав то что продолжение в игре не особо там собирают что-то новенькое играют они по старым каким-то стратегиям по старым чертежам и это пока работает всяком случае новых айтамов от них я не вижу но аганим на санкинге уже есть сейчас будем смотреть как он будет копать но ка-ка давай копай копай может быть не палит пока 1300 ренджа вот у хука сколько у пуджовского тысяча четыреста полагалиста ну блин это все очень много это же тоже тысяч то есть то есть то есть то есть да тоже тысяч триста кстати говоря и линза работает то есть на самом деле в линза плюс этот бара страйк с аганимом по идее 1500 будет так но на 200 до получается 1500 по моему 1300 главой хватает я уж правда не знаю для каких целей полторы тысячи иметь там на санкинге но собственно для тех же для которых и 1300 просто чтобы ставить очень-очень-очень далеко есть блин еще поможет подальше прыгнуть ну ладно в общем такое не думаю что будет линза собирать себе ну я тоже так не думаю скорее это он сейчас подумает о каких-то шивах или о чем-то подобном но игра должна уже закончить к этому моменту на самом деле по идее да додавливать надо тот элемент спор гейминг то есть нет смысла расслабляться дожать еще одну линию принципе победить если что смущает пока у венге есть аегис поэтому браться может не особо хочется дофармливать себе ключевые айтемы в частности вот bkb например появляется на тиннике что очень круто ну и там драгонайт и пруда прежнем из пока башка тоже формат ну и чем то 6 так чем по моему в этом патче не меняли ошибаюсь агоним не агоним не меня но он может брать больших бобров одного уже взял но взял так себе его конечно дракона вот там есть дракон добраться взять дракона дракона из fireball можно будет с этим рамку 9 просто очень круто вообще на рамку не зайти против дракона даже не что-то же там перелопатили с бронёй по моему чуть еще какие-то пассивы добавили то есть но это не сильно изменили там добавили дракону большому черному улучшили просто в пассивку на броню было давала на 2 ауру точнее в тот который пройдет давал 2 брони 3 и фактически все еще добавили только фаербол на этого на собственно это уже большого дракона в общем большой дракон он теперь чемпион на мостах я посмотрю фаерболт в принципе-то неплохой на самом деле в ауешке раскидывается демочку это наносит 85 тема же в секунду так 85 секунда 10 секунд если что стакается то есть если у тебя три дракона то можешь посчитать да сколько получается 3 на 85 умножить это 255 если я умею считать вот и при этом как бы 10 секунд висит и 10 секунд кулдаун в общем-то без конца в общем-то да довольно жестко на самом деле так что чем может довольно серьезно оборону устроить интересно в общем-то и атаку такую же он может устроить другого что нужно взять этих драконов а их нет так что один был но его зафармали предусмотрительно элементы вообще играя против чена цыгадемом есть мыслительно все перебанить спауны к чертям чтобы не было возможности учено как-то там вот дракон первый пошел появился таком серии нас рассказ очень быстро слили бруду прям в секунду просто непонятно совсем что он делал маг там же гем есть уек поэтому его видно будет во всех возможных и невозможных местах ну и проседают века опять же без байбека прутает прямой заход элемент по нижней линии сейчас аегису уже нет действительно венга разложила свой лэнс и таки сделала бкб и лежит квадрстав в общем как и предполагалось но есть три пока бэшки однако все равно не факт что века тут смогут как-то отоброняться сейчас против тени как-то бкбшками то одними не обойдешься вот смотри поджигается земля горит прогнал дракона таки всех да еще и стп швы дракончик давать его не захотели ну так себе в ауешке лежит ну типа не сказать что прям как-то испугались элемент спор гейминг так sonic wave рассказ ты ол хил кричит чен продолжает пить тени всех с руки разобрали его довольно быстро но драка-то продолжает очень на большие трудности залетает скрин почему-то удар не сделки на потому что был глимер кейп поэтому скорее не сделал тускар здесь лоу-кп тускар погибнет размен этого дисраптор ты знаешь убеги тут все хорошо ну так все хорошо один барак они уже прогадили про их слили гем выбили ну да то что да то что троих убили и кем вы билета действительно более-менее в итоге вот для них но а черного барака нету и не забываем что против тебя тени играет то есть тяжело как он сейчас базовый ты выйдешь с базы и те прилетят и сломают все ну да так как обычно происходит релакетики позволяя тени добираться до бараков довольно быстро и неожиданно что самое главное не показали сколько урона нанес тени хотя тени там довольно много с руки бил как бы там не было недостаточно для того чтобы пробить противника все-таки если так посмотреть там неплохой запас брони у драка найта мы видим до части там может пережить венши успели тоже довольно плотный герой как ни крути эти бесконечные хилы от чена в общем есть трудности определенный элемент спор гейминг опять же наверно все-таки лучше сделать свой акцент на убийство именно параков при заходе вот в запа кбшку тени значит не выиграть замес возможно просто снести строение да я думаю что тут все равно шансы у веги крайне малы потому что тени этот рано или поздно на фармить еще что-то еще что-то купит себе муншард и я не вижу как века его останавливает у них просто нету героев таких так вот слушая аркейн аур смотрю на тени киеве сет на то время эвален что 11 секунд култаун 12 арки тут 6 3 интересно интересно можно можно тратить мало не хочет но и на тени может быть не настолько юзабельно как например на той же сам копия сладенье тоже ничего на самом деле типа то рассказал но ну тут блин вот такой стадии ну что окей научить совсем скоро сможет еще один рассказать мне на такой стадии это уже пофигу понятное дело вот папе аквапе было бы неплохо лаборатор несколько ним 40 секунд редюс 30 процентов так понимаю до 30 процентов третью часть ну то есть минус 12 секунд остается 28 28 кулдауна sonic wave по идее по идее это бомба для ультов со средними и большими кулдауна потому что в принципе ты дашь куда какой-нибудь ультимейт кулдауну в минуту и у тебя он становится 45 секунд откуда у него это просто как прикольно даже не 45 секунд подожди 40 ну да действительно круто ну это как-то как-то это можно наверно даже будет и использовать это было верно то но это еще нужно вот пока еще никто не придумал как это использовать но если так подумать возможно стоит носить бутылки кому-то даже в лейте вот вот я об этом подумывал тоже то есть какая-то будет важная драка перед ней действительно взять потал зарядить эту руну дать своему хору каком на теряем очень быстро заложить боже как он бьет да sonic wave пролетел драгонайт пытается типа тпкп ой встряли как вегата ой как встряли драгонайт и паут юзает и да ладно вот на самом деле йоку мог подкопать но в общем то этого и не нужно просто совершается поражение стандартная история ты не купил дейтаус на этом собственно и закончилось все веселье ну в общем то что о чем нам говорит эта игра что на самом деле старые стратегии они по-прежнему в действии если хорошо их использовать и даже ваши новомодные пуши могут и не сработать новым патчем с другой стороны может быть просто вега не исполнили так хотелось бы чтобы не волнули пуш я думаю что я стою ко второму все-таки достаточно слабо выглядела и связка саппортов чен дезераптор это не те которые могут действительно эффективно побегать по карте то есть прикольно имеется чен рубик чен там кто-то еще со станом в общем дезераптора нет такого стана прямого плюс века и не пыталась так вообще ничего нигде ромать сейчас просто фармил минут 15 в игре а с таким же успехом можно влезать абсолютно любого героя а почему этого сейчас никто не делает да потому что если ты ставишь просто в лес героя то тебя начинает по всей карте гонять ловнить побеждать твои линии и как бы пользоваться в общем твоей слабостью лесной чен он вроде может помогать как бы но это чем не помогал вот тебе и результат ну да это чем к сожалению не был тем лесником который например в руках купея бегает со второй минуты устраивают какие-то там мега киллы как это мы видели на прошедшем мейджоре немножко не то ну и конечно решение от элемент по гейминг все таки сын кинг против бродмазер киоку но был крайне хорош по стадию ленинга и мидгейм практически он выбрал сам там дальше уже было дело техники ну что ж первая карта так у нас заканчивается дорогие друзья элемент про гейминг все репетут счет 1 0 2 карта начнется после короткой паузы поэтому далеко не убегайте мы с ярославом вернемся в эфир